Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже, бельгийская пряжа Саба Люкс. И сразу хочу сказать, возможно эта пряжа снята уже с производства, но я все-таки решила записать небольшой видеоотзыв о этой пряже. Возможно у кого-то она есть в остаточках. Эта пряжа попала ко мне в руки благодаря заказчице, которая попросила связать своему ребенку, так как эта пряжа достаточно давно у нее лежит. Просто так попросила ребенку связать жилеточку, либо кофточку, ну то есть что-то такое, чтобы потом ребеночку пригодилось, скажем так, носить детский садик. Сразу же перейду к ее составу и метражу. Здесь в 50 граммах 105 метров, то есть достаточно толстенькая пряжа, состоит из вот таких вот 8 тоненьких ниточек, которые хорошо перекручены между собой. И что касается, скажем так, пряжи, на протяжении всего моточка, она скручена равномерно, без каких-либо узелочков и изъянов. То есть как вы видите, сейчас в начале мотка, так она на протяжении всего моточка и, скажем так, красивенькая, ровненькая, аккуратно скрученная. Вот я использовала на жилеточке 2,5 моточка данной пряжи и вот никаких, скажем так, минусов пряжи именно в ее кручении моточки не нашла. Далее, здесь 100% мерсеризированный хлопок, возможно имеется бамбук, потому что здесь какое-то слово такое вот очень сильно похоже на бамбук. Вот, но не буду углубляться и что касаемо, здесь производитель рекомендует спицы 3,5-4,5 и стирка до 60 градусов. Что хочу сказать сразу же о стирке, так как я, скажем так, противник горячей воды в изделиях, я рекомендую вам стирать до 30 градусов ручной стиркой, то есть как всегда, как обычно, потому что пряжа склонная к, скажем так, к линьке, то есть она и имеет на воду окрас. Вот, я ее стирала закрепителем, то есть я ее стирала с небольшим раствором уксусной кислоты и нашатырного спирта для того, чтобы закрепить красочку. Опять же таки, перейду к минусам. По ходу вязания у меня красились слегка такой вот бирюзовый-голубой цвет рабочие пальчики, которые соприкасались по ходу вязания с пряжей. Вот, поэтому хочу сразу же сказать, что данная пряжа, возможно, красится из-за того, что срок годности, скажем так, производитель здесь уточнил, что 9 месяц 2001 года. А сейчас на минуточку заканчивается 18 год, то есть около 17 лет данной пряжи. То есть она очень долго лежала у, скажем так, моей заказчицы, пока она обратилась ко мне, поэтому, возможно, скорее всего, что данная пряжа красится из-за вот такого длительного, скажем так, хранения. Возможно. Но я все-таки жду обратной связи от вас. Я хочу, чтобы вы уточнили. Возможно, кто-то из вас что-то вязал из этой пряжи. И хочу, чтобы вы уточнили, что получилось у вас. И, возможно, не красилась пряжа. То есть, опять же таки, это из-за производительности столь давнего срока. Возможно, уже, скажем так, она имеет небольшие изъяны из-за того, что долго хранилась. Но что касается видимых изъянов, то пряжа ни в коем случае не украшилась. Она вот такая вот мягенькая. Посмотрите, как красиво легла в изделии. То есть, мне она очень понравилась. И если бы не вот эта дата, скажем так, производительности, когда она была, скажем, выпущена в эксплуатацию или в реализацию, вот. То я бы сказала, что это обычный хлопок, который я использую сейчас, покупая, скажем, в магазинах. Вот. Но, опять же, таки единственный минус, который я нашла в этой пряже, это такое вот небольшое окрашение. Вот. Ну, я думаю, что если вы постираете тоже, закрепив красочку, то можно долго, скажем так, носить изделия из этой пряжи. Вот. Ложаться нехорошо. Слегка тянется, как это привычно, скажем так, к любому хлопку и изделия из него. Вот. В целом, скажу, что мне пряжа понравилась. Единственное, что я попрошу, чтобы вы написали, кто что вязал из этой пряжи. Не забудьте оставить отзыв. И, возможно, кто знает ее, где можно приобрести эту пряжу в дальнейшем, если я ее увижу, возможно, я еще раз попробую попользоваться ей, скажем так. И снова же напишу вам отзыв, что у меня в итоге имеется. Вот. Не забудьте лайкнуть мне за видео, оставляйте комментарии, делитесь своими работами у меня в группе ВКонтакте, либо в Фейсбуке. Страницы в группе, кто что вязал из пряжи, либо же ваши изделия, которые вы вязали по моим видеоурокам предыдущим. Вот. И, конечно же, всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.